здравствуйте но во первых я хочу поздравить всех с наступившим новым годом пожелать всем новом году здоровья крепкого благополучия успехов и исполнения всех желаний сегодня у нас два чинджера я тут разбирал старые коробки и нашел еще два механизма чинджера я делал раньше обзоры других моделей чинджером своем канале приводил их в порядок но вот эти чинджеры я уже не буду приводить в порядок поскольку они давно валяются наверное первая половина двухтысячных годов вот 204 2005 год у меня тогда были много идей много затей много проектов но не было времени я вот все думал вот придет время буду я свободным пенсионером и тогда уже все сделаю но время прошло ничего я не сделал более того и желание поубавилось различных проектов делать и поэтому я просто покажу вам все это как есть без каких-либо ремонтов и так далее скорее всего эти чинджеры я отдам своим знакомым кому-то из своих знакомых которые может быть их используют для каких-то проектов но у меня был период увлечения чинджерами у меня много разной техники с чинджерами так или иначе в этом году я может быть часть из этой техники успею вам показать ну а сейчас мы перейдем к более детальному рассмотрению каждого из этих чинджеров этот механизм у нас производство очень известный фильм фирмы бср английской британской как они сами пишут фирмы она производила в свое время ну наверно если не соврать половину чинджеров механизмов чинджеров которые устанавливались в различные устройства но скажем так из чинджеров у нас были самые известные это дюаль телефонкин что есть одно и тоже большой объем производил philips и значит и фирма бср вот здесь даже есть надпись что с высокой точностью сделано в великобритании не великобритании чинджер я так думаю уже из последних серий когда уже чинджеры уходили использование почему я расскажу чуть позже значит чинджер полнокомплектный вот что у нас есть это значит вот это шпиндель который у нас отвечает извините неправильно поставил этот шпиндель у нас отвечает за одиночное проигрывание пластинок адаптер на 45 фирменный собственно говоря шпиндель основной спиндель чинджера который заведуется сбрасывание пластинок вот так он сел и вот это адаптер для проигрывание стеков пластинок на 45 оборотов ну вот эта ручка прижимная значит что здесь из органов управления такой есть интересное значит но он 3 скоростной раньше были 4 скоростные проигрыватели еще была скорость 16 здесь скоро 16 уже убрали у него нет автоматического механизма определение размера пластинок значит вот ручной выбирается 12 дюймов 10 дюймов и 7 дюймов самые ходовые размеры в то время ну собственно не самые ходовые а основные рады те размеры которые выпускали в то время еще он снабжен ручным микролифтом что тоже указывает на достаточно позднее его происхождение и самое интересное что он снабжен еще вот видите здесь есть регулятор прижимной силы и даже здесь видите ездит такой ползунок а еще есть и компенсатор скатывающей силы вот здесь тоже это указывает на то что это чейджер достаточно поздно производства но как обычно у него есть режим ручной старт авто когда стык воспроизводится и выключение значит показывать работу этого чейджера я не буду почему потому что он работает не очень хорошо ну или скажем так у него заедает механизм автоподачи вот и сам привод крутится не очень хорошо но я думаю что это небольшая проблема потому что 90 процентов проблему старых чейджеров это засохшая смазка и либо ее отсутствие в нужных местах то есть я уверен что если спокойно так сесть прочистить разобрать прочистить все будет очень хорошо и он будет отлично работать но головка здесь стандартная бс ровская иглу такую найти сейчас на автор маркете не проблема вот поэтому я думаю что те любители старых таких чейджеров которые увлекаются вполне могут соорудить что-нибудь какой-нибудь проект на базе такого чейджера я его перевернул чейджер чтобы показать вам с обратной стороны значит то вот здесь даже осталось и этикеточка сделано великобритании номера значит он и для европейского рынка 240 вольт 50 герц 1 ампер ну и вы сами видите вот здесь много такой нехорошей смазки засохшей вот тут 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 много таких коричневых мест хотя в целом выглядит он очень очень неплохо вот не люблю я вот такие пластмассовые части они со временем раскалываться ну как видите эти части тоже в полном порядке так что я думаю что наверное денечек работы и это чейджер заработает как новенький я уже не буду заниматься чейджерами я уже говорил почему и поэтому скорее всего я подарю это кому-то из своих знакомых которые еще активной творческой фазе с различной старой рухляги этот чейджер даже по стилистике видно что он у нас происходит из 60-х годов вот такой вот массивный тонарм вот значит 4 скорости надо сказать мягко очень переключается то есть там еще не все так плохо вот четыре скорости тонарм защелка и значит здесь вот на тонарме вот есть такая вот даже штучка значит который закрывает иглу видите на головке ну чейджер стереофонические игла стереофоническая головку смысле я забегая вперед скажу что я ее проверял она в рабочем состоянии как ни странно но вот насчет возможности купить такую иглу я так сказать особо не изучал потому что все же итальянский чейджер я у меня в один только такой я других не видел но скорее всего можно подобрать что-то на автор маркете ну попал он ко мне полнокомплектный значит вот здесь адаптер на 45 собственно шпиндель для сброса пластинок это вот адаптер для одиночного проигрывания но и шпиндель для одиночного проигрывания что здесь еще можно про него сказать значит у него ре автоматический выбор режима проигрывания у извините размера пластинок сейчас мы посмотрим на счет вот за это отвечает вот этот вот флажочек вот он когда двигается он упирается в пластинку и в зависимости от этого определяется автоматический размер то есть он рассчитан на те же классические размеры 12 10 и 7 дюймов вот забегая вперед я скажу что мы потом посмотрим как он работает потому что он хоть как-то но работает без сомнения ему нужно приложить ему руки для полной чистки но механизм чейнджера более-менее работает чего не скажешь о звуке потому что звук сильно плывет я думаю там надо очень хорошо чистить и ролик и смазывать и все поэтому собственно звучание это я не буду показывать а что головка работает можете поверить мне на свой ну и сейчас мы вот что сделаем сейчас мы наверное попробуем посмотреть как это все работает ну да я еще вот что забыл сказать значит вот у него как обычно значит есть ручной режим работы автоматически а вот здесь вот есть наверно не очень хорошо видно надпись сделано в италии итальянский чейнджер достаточно я так думаю редкий экземпляр у наших краях но вот этот чейнджер с обратной стороны значит там вот есть хорошо видно серийный номер вот тут серийный номер и тут напечатаны значит выходные данные здесь вот на моторе написано леса сделано в италии 220 вольт 50 герц то есть это совершенно европейское итальянское производство чейнджер но к сожалению мне так и не удалось узнать а то собственно его дело ну как видите состояние чейнджер тоже очень приличное и я думаю не так много работы нужно для того чтобы привести его таскать полное работоспособное состояние так теперь мы посмотрим как работает потому что он все таки работает а несмотря на его колоссальный возраст этого чейнджера он работает я с ним ничего не делал немножко плывет звук чуть-чуть кое-где заедает механизм но как я уже говорил достаточно я думаю на день день максимум два дня неторопливой работы чтобы привести его в порядок вот сейчас мы поставим две пластиночки 25 сантиметров вот 10 дюймовые как их называют и сейчас в автоматическом режиме увидим как этот механизм работает так пуск скорость у нас 33 вот упала первая пластиночка значит я потом покажу как работает флажок но и началось воспроизведение сейчас мы как бы искусственно сделаем вид что пластинка закончилась чтобы посмотреть как это будет выглядеть дальше вот я ручками туда увел он дошел до конца сработал стоп так пластинка есть упала вторая пластинка и пошло воспроизведение значит следующие пластинки но я не знаю стеки разные бывают ну наверное может быть 8 пластинок поместится сейчас мерить не буду вот и если у нас нас таки больше нет пластинок он об этом знает потому что вот этот четырёчек упал там есть датчик механические которые указывают на то что больше пластинок нет и сейчас он увидит что ничего нет и остановится поставить тонарм на стойку и выключится но сейчас я хочу показать вам как работает механизм автоматического определения размера пластинок вот этим заведует вот этот флажок он такую наклонную форму имеет и вы сейчас увидите как это дело происходит сейчас мы включаем так видите так вот флажок ушел полностью внутрь пластинка упала и сдвинула его на определенное расстояние вот дальше как раз от расстояния на которой сдвинулась пластинка сдвинула флажок он михать механика и определяет где начальная точка установки на пластинок вот если мы сейчас сделаем несколько по-другому вот а именно сейчас честно говоря на правда не хочется иголку портить мы сейчас закроем вот и сделаем искусственное указание того что у нас пластинка 25 сантиметров хотя и губка и наверное изношены но мне не хочется чтобы она как бы это совсем разбилась и сейчас я попробую это сделать правда не уверен что у нас получится но попытка не пытка так вот и так значит снова включаем вот значит флажок пошел сюда мы с тобой сдвинули его руками туда так вот теперь видите товар мне дошел и будет опускаться здесь так извините наверно не очень удачный эксперимент я вам покажу еще раз поставив товар вот сюда так еще разочек прошу прощения за потерянное время это я сам не подумал значит все выключилось еще раз значит пуск так флажок ушел внутрь пластинка упала мы его повернули на 30 сантиметров вот теперь видите тонар не дошел до края будет опускаться здесь вот но мы сразу дело выключил поскольку мы не хотим тут все уж совсем убивать ну вот сейчас все как обычно выключится ну теперь значит 40 пятками побалуемся я одел адаптер для 40 пяток на шпиндель взял поставил 2 40 пяточки скорость поставил 45 и сейчас мы посмотрим как это все дело работает значит включаем на автоматический режим вот упала первая пластиночка и пошел стал тонар на перед проигрывание первой пластинки not на пластинках 25 сантиметров это вручную переместили тонаров конец чтобы смоделировать автостоп но если мы хотим сменить пластинку вот так вот просто в процессе игры достаточно вот это рыжечек снова поставить в положении автомат в этом случае проигрывание прервется и следующая пластинка пойдет на воспроизведение но и точно так же мы с помощью этой клавиши можем закончить воспроизведение он в этом случае там аром как обычно вернется на стойку двигатель выключится и воспроизведение прекратится но вот наверное на сегодня все как я уже сказал показывать звук с этого чейнджер я не буду поскольку это бессмысленное занятие и достаточно сильные детонации потому что надо чистить смазывать механизмы состояние иглы не вполне понятное поэтому на этом все хороших новогодних праздников всем в смысле нового года уже прошел значит новогодних каникул хороших новогодних каникул всего хорошего здоровья и благополучия и до скорых встреч